Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 575. Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Укажите вид, лицо и число разноспрягаемых глаголов «хотеть», «бежать». Являются ли антонимами выделенные слова и почему? Будешь стараться – всё может удаться. Будешь – это глагол первого спряжения, стараться, что делать, мягким знаком, всё может удастся, что сделать, удастся, пишем с мягким знаком. Язык мягок, что хочет, то и лопочет. Что хочет – это глагол несовершенного вида, стоит в третьем лице в единственном числе, лопочет, глагол первого спряжения. Третье – худая снасть и отдохнуть не даст. Не с глаголами пишем отдельно. Четвёртое – чего себе не хочешь, не с глаголами, несовершенный вид, второе лицо, того и другому не делай. Пятое – добрая слава лежит, а худая бежит. Бежит – что делает, глагол несовершенного вида, она бежит, третье лицо, единственное число. Шестое – паши не лениво, если хочешь жить счастливо. Если хочешь – глагол несовершенного вида, второе лицо, единственное число. Если хочешь жить счастливо. Проверяем непроизносимую согласную словом «счастье». Выделенные слова являются антонимом, поскольку прилагательное «худая» имеет значение «плохая», а прилагательное «доброе» употребляется в значение «хорошее». Выполним синтаксический разбор пятого предложения. Добрая слава лежит, а худая бежит. Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное. Схема данного предложения. Выделенные слова не являются антонимами, потому что имеют противоположное значение по схожему признаку. Худая, дырявая снасть, а добрая, незапятнанная слава. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания – оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok